Привет, интернет! С вами Илья, это Игра Дени, наша техно-тема. Мы продолжаем изучать смартфон Honor 9X, и сегодня поговорим, пожалуй, о самой офигенной фиче в этом смарте, а именно о его камере. Жми лайк и поехали! Ну и в самом начале я хочу показать еще один весьма интересный продукт, и это гарнитура Honor Sport Pro. Это шикарная гарнитура для тех, кто ведет активный образ жизни, и при этом ценит крутой яркий дизайн и качественный звук. Гарнитура выглядит действительно сочно и круто, имеет батарею емкостью 120 мАч, и может работать до 18 часов в режиме воспроизведения музыки и 12 часов в режиме разговора. Также из интересного наушники оснащены встроенным штекером USB-C, который поддерживает технологию моментального сопряжения, плюс гарнитуру можно спокойно зарядить от любого устройства. Само собой гарнитура защищена от влаги стандартом IPX5, и ее спокойно можно использовать во время дождя, и это тоже очень круто. Вообще, по звуку тут, конечно же, тоже полный порядок, отличное шумоподавление, крутые басы и широкий диапазон частот. В общем, отличное решение как для спорта, так и для повседневного использования, поэтому рекомендую посмотреть. Ну что же, мы переходим к основной теме нашего выпуска, смартфону Honor 9X. Перед нами интересный и красивый смарт, который сейчас очень-очень актуален. Тут с обратной стороны используется очень брусский дизайн на панели, и таким образом при изменении угла создается эффект движения символа X. Выглядит очень круто. Тут же можно обнаружить уже тройную камеру, и здесь идет 48-мегапиксельный фотосенсор и широкоугольный объектив. С передней стороны нас уже встречает безрамочный, насыщенный, крутой экран, и опять же создается вау-эффект. Ну, к чему я это говорю? Дело в том, что здесь абсолютно безрамочный экран, и этого удалось достичь с помощью выдвижной камеры, и сегодня мы, конечно же, ее протестируем. Вообще, тест я решил провести так, что буду показывать вам получившееся фото, а вы уже сами решаете, как вам они понравились или нет. Ну, и начнем мы, пожалуй, с основного фотомодуля. Как я и говорил, основная камера тут идет 48-мегапикселей, и при ярком освещении получаются действительно очень сочные и красивые фото. Да, я тестил камеру как в помещении, так и на улице, и приятно, все эти камеры создают очень насыщенные снимки, как по мне. Тут же примерчик вот портретного режима, и широкоугольный формат тоже имеется, то есть широкоуголка позволяет заплатить уже большую область, что опять же очень удобно, и я думаю, такая тема тоже многим пригодится. Вот в сравнении, как это выходит на обычный формат, и опять же для сравнения широкоугольный, думаю, разница ощутима. Теперь по поводу темного времени суток. На удивление, тут тоже все замечательно, здесь имеется такой специальный ночной режим съемки с искусственным интеллектом, и благодаря этой фиче даже ночью получаются более качественные фото с оптимальным уровнем шума. Это на самом деле тоже круто, и таким образом даже ночью можно сделать вполне интересное фото. Ну, это все, что касается основной камеры, и она мне в принципе понравилась, так что ей ставим твердую пятерку. Теперь по поводу фронталки. Тут вся фишка в том, что это именно первый смартфон от Conor с выдвижной камерой, и выдвижение происходит за одну секунду, и ровно столько же уходит на возврат. Тут еще как интересный факт, если мы уроним смартфон в тот момент, когда фронталка у нас активирована, то она будет сдвигаться во время полета, и таким образом камера будет в защите. Это круто, что такое предусмотрели, и таким образом автоматом она вновь обратно задвигается. Также тут, на самом деле, идет еще защита от брызг и пыли, и это тоже большой плюсик. Вообще фронталку, насколько я знаю, тестировали и падение, и били ее там как-то, и в общем-то фронталка, как я понимаю, должна сохранить еще функции в движении и съемки, даже после приложения к ней давления в 15 килограмм, и это тоже звучит офигенно. Ну, в общем, тут постарались. Теперь, в общем-то, перейдем к самим фото. Фронталка тоже отлично справляется при ярком освещении, тут же есть портретный режим, и вот примеры нескольких фотографий. Также в ночное время она замечательно справляется, тоже получился вполне хороший результат, как по мне, и тоже вот парочка примеров. Тут, кстати, есть еще много крутых режимов съемки, к примеру, взмахнули рукой и будет сделано фото, а также смарт прекрасно распознают улыбки. Это тоже замечательно. Теперь по поводу видео. Тут у нас для обоих фотомодуля имеется Full HD разрешение с частотой кадров в 30 фпс. При этом для основной камеры можно увеличить частоту до 60 кадров в секунду, и вот небольшие примерчики видео. Кстати, тут также имеется еще стабилизация, которая работает при разрешении HD, и работает примерно вот так. В целом видео тоже неплохие получаются, так что можно что-то так запечатлеть. Вообще, на самом деле, смартфоном я остался вполне доволен как по внешним параметрам, так и по фото части. Тут реально можно делать хорошие снимки как днем, так и ночью, да и видео тоже можно поснимать, вполне он с этим справляется за свою цену. В общем, отличный смартфон получился, очень интересная моделька, поэтому рекомендую вам посмотреть, и ссылку, конечно же, оставлю в описании еще на форум Honor, так что читайте там тоже множество обзоров, прогистрируйтесь, и будет мега круто. Ну а так у микрофона был, как всегда, Илья, и скоро мы вновь с вами увидимся. Пока!